Балтимор Я пугаюсь Пугаюсь твоей Твою энтузиазм Мне кажется, вот с этого взгляда И нужно начать просто подкаст Я шутку все равно не придумал А вот этот супер взгляд Жени Особенно он будет Пронзительным для тех, кто слушает наш подкаст А не смотрит его Он буквально смотрит в ваше ухо Этот человек Всегда же хотелось, чтобы у нас как-то плавно начиналось Поэтому всем привет Это подкаст Легенда 017 В котором обсуждает Юра Внимание В котором мы обсуждаем все самое смешное И нелепое в НФЛ Ровно половина сезона прошла Мы находимся на экваторе В отличие от Обозначает ли это, что половина смешного и нелепого Тоже прошла Ну будем надеяться, что лучше еще впереди Поскольку погода будет дальше портиться Плей-офф же еще Да, там еще дополнительнее Плей-офф самого смешного Проблема в том, что... Там только нелепые Плей-офф не попадают лучшие команды Там две ветки Одна самая смешная А другая самая нелепая И в конце они встречаются и разыгрывают Смешная конференция и нелепая конференция А есть команда, у которых вообще не ветка даже, а кольцевая получается Дивизион нелепый запад Или смешной восток В общем, нам нужно будет в межсезонье придумать новые названия для дивизионов В зависимости от того, как там команда будет выступать Ну что, экватор И, кстати, раньше вот нельзя было так сказать Что мы прям ровно посередине регулярного сезона А теперь можно Потому что неделя 18, да, 9 прошло 9 осталось Очень удобно Не знаю, нам, по-моему, раньше никто не мешал Мы, конечно С нашей рубрикой примерная статистика У нас был предэкватор и постэкватор А сейчас только один экватор Вот, так что мы потеряли Надо теперь еще на одну игру увеличивать Еще на одну неделю Наоборот, хуже стало Ну, кстати, знаешь, такой И сейчас Роджер Гуделл так подключается Вот мужчина правильно сказал, да Как бы вот на одну игру больше Хорошее предложение Значит, смотрите Да А раньше мы праздновали экватор Где-нибудь посреди игры Прямо То есть могли как бы В Непосредственно Непосредственно Да, да, да Непосредственно находясь вот Во всем экшене А сейчас нам приходится Вычислять Вот экватор где-то между Monday Night Football И четверговым матчем Thursday Да, да, да Вот Раньше мы как Вонте Дэвис Такие посреди матча Опа, вот оно Я понял Так что вот в среду утром Где-то должен быть экватор Пожалуйста Поставьте себе будильники И не знаю Да, нет, мы в четверг выходим Это уже в прошлом Хорошо Я надеюсь, что в среду Вы поставили будильники Я не знаю Съели какую-нибудь Праздничную дыньку Вот в честь этого В Америке Это отмечается Выбором Нового президента США Как известно Вот Медиум сезона Но не каждый год Понимаешь Они Иногда не каждый год А сезон NFL Тоже не каждый год Знаешь ли Сейчас Сейчас выберут не того И не будет сезона NFL Больше Так что Мне очень нравится Что мы Потратили минуты Три-четыре подкаста В принципе Не очень Понятно На что На определение Вот этой точки Преломления сезона А думаешь Зачем люди приходят? За нашим чем? Они Точка преломления Смешного и нелепого И вот Так вот Мы Леонид Анциферов Евгений Дубовик Юрий Марин И Астанислав Франкевич Приступаем К обсуждению Всего самого Смешного и нелепого На экваторе NFL Как-то подытожу Вроде, да? Ну, это вместо анекдотов Было Да? Да Это было Длинное В целом Мы, кажется Все рассказали Итак Поехали Обломы Обломы Джетс Зачем-то Повернули Вспять Пошли в колонку Победы Добавили что-то Насыпали туда Немножко В эту колоночку И обыграли Хьюстон И это на самом деле Вообще На этой неделе Было не очень много Апсетов Но это вполне себе Он Потому что У Хьюстона Побед было В три раза больше Чем у Джетс Перед этой встречей Вот так получилось Что Джетс Как-то воспряли Причем Они же Первую половину Показывали В принципе Наш футбольчик Что сделал Малакай Корлин Замечательный Вчерашний студент Не донес Бросил мячик Побежал Мы обычно Только В студенческом футболе Такое наблюдаем Но нет Тренды Они же проникают То есть Как вот это Стояние на голове Это студенческий тренд Тоже к нам пришел Юра Кто его придумал В студентах Футболист Футболист Правильно Юра И здесь То же самое Получилось Вот этот Студенческий тренд Малакай Корли Подобрал И выронил Слушай Ну на самом деле В NFL такое уже было Но мне интересно Все-таки В чем В чем Флекс и свек Так сказать Этого действия То есть Ты что должен делать Ты его должен Занести и сразу выронить Или как бы Как это работает Да Ты должен выбросить Вот это На миллиметрик Зайдя Показав Какой у тебя глазомер Вот Ты должен показать Что ты Хорош во всем Потому что Это очень круто Малакай Показал Малакай Корли Да И я конечно Честно говоря Я думаю Что Роджер После всего Ну то есть У чувака Не получается Он накачан Каким-то там Перцовым напитком Новым Который Вот он Стал принимать Я думаю Что он просто Откусит ему голову Прям на бровки После этого Как не знаю Там Какой-нибудь Барак из Мортал Комбота Да Но Как-то Видимо Уже сентиментальный Стал Подобрел И Оставил его в живых Причем Это по-моему Чуть ли не Второе касание Мяча Малакай Корли Вообще В НФЛ Потому что Он первый сезон Пропустил Практически полностью Если я правильно Просто главный Тиран И уже был уволен То есть Был бы Роберт Салли Вообще Вылетел бы из команды Просто сразу А тут Все проблемы решены Поэтому можно Дать шанс Игрокам Да Всегда это будет Всегда Всегда Кто-нибудь Выбросит мяч Пораньше Это нормально В принципе Это был главный Эпизод этого матча Как только он случился Стало понятно Что лучше уже Ничего не будет В этой игре Спасибо Что Ну не будет Наверное Более смешного И нелепого Конечно Что лучше Нам все-таки Нас все-таки Посетило Да Что Евгений Там прием Грят какой-то был Я-то не видел У меня трансляция Зависла А так в целом Ты тоже смотрел Мяч про сайт Хоп И сразу Начитал Уже не до сих пор Хэлл Мэри Там вот этот Стоп-кадр Все время Ждет Прогрузится Неделя прошла Буферизация Ну вот Малакая Корли В голове была Буферизация А уши не на экране Поэтому все так И не прогрузилось Хорошо У нас есть Второе увольнение В сезоне Вот ты сказал Что главного тирана Уволили Теперь и в другом клубе Главного тирана Уволили Деннис Аллен Отправлен в отставку После Седьмого Поражения подряд То есть А всего второе Что-то казалось Что-то уже Полулиги уволили За Кого ты еще Хотел бы уволить Кроме Рейдерс Уволили Сейчас Координатор нападения А, да Координатор Ветция Но это вообще Мелко Мелковато Мелко Чем он там Занимался Человека просто Уволили Что он ничего Не делал Что-то обсуждали А что он мог Там делать Там такой набор Персонала Ладно Давайте попрощаемся С товарищем Алиным Мы его Хорошо знаем Он долго Долго был В НФ Он сначала Шесть лет Координировал Подряд Или даже Семь Координировал Защиту Сейнс При Шоне Пейтоне А потом Прошла операция Наследник И он стал Подожди Он же был Главным тренером До этого Да Он был главным тренером В Окленде И Дерек Карр Уволил его Сначала оттуда А уже через Десять лет Он его уволил Еще из Сейнс Мы так узнали Что Дерек Карр Хотя бы Теоретически Немножечки Белорус Ну это Кстати Интересная Теория Потому что Он кого-то Увольняет Увольняет Ну да Так Стас Пытается Приблизительную Статистику Перевернуть В Настоящую Ты думаешь Дерек Карр Меньше Десяти лет В Лиге Как часто Белорусы Статистика Белорусов По уволениям Теория Мне интересно Просто Каким образом Да Действительно То есть Дерек Карр Был выбран Во втором раунде Драфта И сразу же Прямо там Уволил Через 4 недели При результате 0-4 Дениса Алену Уволили Класс А потом Денис Денис Ален Позвал к себе В команду Дерека Карра Но что-то Пошло не так Я здесь Уже 10 лет Вот здесь Чувак Можешь Сделать Хоть что-нибудь Давай как в прошлый раз Давай по старой схеме Дерек Карр Понял Сейчас Учитывая Что он Будет все равно Получать зарплату Все еще И ничего не делает Какой матч Дерека Карра Это был в сезоне Он же был травмирован Долгое время Сколько матчей Он провел Как старт Это по-моему Четвертый Или пятый Вот Я угадаю Я уволю Третий раз Четырех Еще же была Прошлая неделя О господи Прошлый сезон Да С Дереком Карром Ну тогда еще Подожди Или я тоже Опять все путаю Или это первый сезон Дерека Карра Все Я уже поехал Все хорошо Слава богу Ну давай Да Давай За прайс передаем Да Пожалуйста Ссылочка Под видео Следующий Слушай Ну мне нравится Ты вспомнил Что там был Дерек Карр Я как-то не связал Вообще Да как Десять лет прошло Как ты можешь Связать Причем Знаешь Что мне понравилось Люди не помнят В прошлом сезон Что делал Дерек Карр Но где он был Десять лет назад И кого он увольнял Он точно помнит Ну это распространенный синдром Когда ты знаешь Как бы какие-то вот Из юности Какие-то вещи Сильнее запоминаются А то что было Вот до этого Да Кто помнит Где Деандр Хопкинс Играл последние Два года Он где-то играл Я тебе сейчас состав Барселоны В 2005 году Назову вот так вот Что было там Типа три года Вообще Хрен знает Так что нормально все Это нормальные Избирательные Свойства памяти Я опять Легализовываю Все на свете Будем ли мы Скучать по Денису Алену У кого-то есть к нему Какие-то эмоции Вообще Я понял Что я не помню Как он выглядит Поэтому Уже и не надо Молоденький такой В принципе Имя невзрачное Ну это Женя говорит Что молоденький Потому что там Алену за 50 Для Жени В принципе Это уже как бы понятно Да Мне кажется Что Да Удивительно Что Клин Кюбек Не занял его место А отдали Координатору защиты У чего удивительного Было бы удивительного На третьей неделе Если бы он не занял Его место На девятой Вообще Изи Мне кажется Все очень интересно У нас же была аналитика Что Должен стать Кюбек Подожди А вот тот вот Человек Который стал Временным Он друг Клинта Кюбека Потому что может быть Не работает На самом Кюбеке Он друг Аарона Роджерса Просто Мы тоже друзья Аарона Роджерса В принципе Возьмите нас тоже Пожалуйста У нас Два рукопожатия Аарона Роджерса Да У нас Куча Рукопожатий Мы тут Бритт и не Махомс В двух рукопожатиях На самом деле Так что Почему не А Представьте Тейлор Что нас отделяет Вообще Ничего Просто Ничего Ярко Ярко Классно Получилось Вот такой вот Потрясающий старт И Вот это вот Ралли Из семи Поражений Подряд Мне кажется Во-первых Есть за что вспоминать И хорошим И плохим Наверное Как будто бы Мы не в полной Мере Насладились Вот этим Продеванием Мы кому-нибудь Джамарку Что-то вообще Дали Из Сейнт Не особо Так проблема Как раз В том Что он был Даже не настолько Как бы Плох Всегда То есть эти Сейнс У него были 7-9 9-7 По-моему Да Вот последние Два года То есть это как бы Ни рыба Ни мясо И вот поэтому Даже вспомнить Это нечего И порадоваться Нечему Ну мне Здесь можно Знаешь Чему порадоваться Они проиграли Ну Команда Которую они проиграли Сейчас Они же их выиграли Там на первой Или второй неделе С каким-то разгромным Как раз счетом Вот это вот Неделя Две недели Где они набирали 90 очков Она же как раз Состояла В том числе Из победы Над этой самой Каролиной В которой играл Потрясающий 47-10 47-10 Это почти столько Что Кудэн Проиграл сейчас Да Ну не столько же Все-таки Ну какая-то Там 46 Какой-то намек 47-10 Потрясающе А сейчас 23-22 То есть Насколько все-таки Глубокий Провал у Сейнса И как бы они Сами себе Проиграли бы Это Вдвойне Угнезительно Это не провал Они показали Просто весь Плейбук Все засняли На пленку В Каролине Все узнали Все логично Вообще Неплохо ты думаешь Про Карлину Мягко говоря Ну ладно Я думаю В Каролине Есть видеокамеры Так мы узнали Что у Сейнса Есть плейбук Это уже хорошо Это уже как бы Говорит о серьезной подготовке То есть Клинт Кьюбек Не зря Свой хлеб Ел Да Ну в общем На самом деле Мне кажется Что если бы я составлял Знаешь по памяти Типа вспомните 32 тренера НФЛ То Денис Алина Я его вспомнил В лучшем случае 31 Поэтому Честно говоря Особо скучать не буду Давайте дальше Переходим У Далласа И так было все плохо А теперь они еще Дака Прескота потеряли Минимум на месяц И нас ждет Друзья В ближайшее время Ферия Купер Раш Или Еще есть Трейлэнс Не надо забывать Вот это может быть интересно Потому что Купер Раш В принципе мы видели Он неплохо смотрелся Да Ну вы как бы Слушайте Хоть какой-то Раш будет Хоть какой-то Раш будет Удавился наконец-то Весь сезон не будет А у них будет Калла Раш Униформа Да больше ни у кого Нет Калла Раш Только Купер Раш Только Купер Раш Калл точно есть А Раш там будет ли Не очень понятно Да Как вы думаете Это хорошо для Калбойс Или плохо А что именно Калла Раш Или что Нет Ну Калла Раш В смысле То что Дак Не будет играть Мне кажется Когда ты Я по личному опыту говорю Когда ты Освобождаешься От всех надежд И спокойно принимаешь То факт Что уже сезон закончен Это как-то легче Сразу живется Но только Что по крайней мере В плей-офф Ты не облажаешься Больше В этом году Со стороны Купер Раша Будет очень некрасиво Сейчас выиграть Первую игру Чтобы все снова такие А вдруг А вдруг Что-то случилось Непонятное Да А вдруг там Мне кажется Это будет идеальный сезон Если они сейчас Как раз начнут Побеждать Побеждать Но все равно Чуточку им не хватит В конце Буквально Ну то есть Сейнс Выдыхают Да И они такие Ну все На следующий сезон Мы уж покажем В этот раз В плей-офф Не облажались Задача на сезон Выполнена Четырехлетний контракт С Зико Эллиоту Да С Зико Эллиоту И Маккарта Да Нормальный план Юр Ты одобряешь Как человек Небезразличный К Далласу Слушай Ну я думаю Что Даллас Способен на больше Почему Четырехлетний контракт С Зико Эллиотом Почему не шестилетний контракт Потому что Не Дэниел Джонс Пара-пара-па Ну знаешь Никто не Дэниела Джонса Кроме Дэниела Джонса Не поспоришь Не поспоришь Леня что-то Себе пытался сказать Через дубовик Я уже забыл Если честно Вот видишь А то что было Десять лет назад Он помнит Это единственное Что он помнит Что-то вот Десять лет назад Другие донесали Я вспомнил Да Я две вещи хотел сказать Чувствуете мое прикрытие Какое Сейчас Женя Сейчас забудете Сайоп Короче От Жени Да Первое Что Во-первых Может быть Мы все-таки Будет не Купер Раж Да действительно От Рей Ленс Потому что Все идет по модели Кливринда Когда Джейбис Винстон Так знаете С Со скамейки С глубокой С глубокой скамейки На повороте Обошел всех претендентов На место стартового Кутер Бека Так что я жду Того же Трея Ленса При всем уважении К Куперу Рашу При безмерном уважении К Куперу Рашу Преска Очень странная Потому что я помню Как ее показывали На В трансляции И он порезал себе руку А потом сказали Он выбыл с травмой бедра Вот Что же там произошло Кто же там его Он брился в раздевалке В перерыве Вот То есть там Возможно Майк Маккарти Вот Эту схему Прочухал И Дал в бедро Кусил в бедро Да Да Даку Прескоту И Возможно Сохранит Оторчащая из бедра Оторчащая из бедра Кость Ой Что-что-что Что-то такое Это отложенная шутка На Хэллоуин А На следующей Видимо уже Ты просто опять перепутал Часовые пояса Да И она задержалась Немножко Хорошо Все Я все сказал Да Простите Я Наверное Не надо было Ну ничего Придется вырезать Наверное Не знаю Что Пашу Ты Пашу Пасенкова Из каждого выпуска Вырезаешь Поэтому Да А прикинь Леня Так и этот Двойной редзон Такой же фразы Закончил Я наговорил Как бы Ребят Не обращайте внимание Наверное Не надо Это прощай Мне просто кажется Любую мою фразу Можно заканчивать Этим И как бы Оно оправдывает Абсолютно Наверное Не надо было Так Ну и я бы хотел Лично отметить Дрейка Мэя Потому что Ну он не попадет Сегодня в Джамаркуса Явно Но Вот он все-таки Молодец Вот он тоже Дал надежду Фантастический розыгрыш Попадет Джамаркус Фантастический розыгрыш В самом конце Когда уже все Знаешь Такое вот Время истекло Совсем Даже вот Нули На табло А он все бегает Что-то старается Старается И находит Находит принимающего Переводит в игру В овертайм И там Когда уже Забили филгоу Тайтанс Бросает красивый Красивый перехват В духе Джеймиса Уинстона Просто фантастический За это мы и любим Таких футербэков Ну понимаешь Как бы Дрейк дал Дрейк взял Вот да Я им такой фразой Это описывал Дрейк Мэй Дрейк Новэмбр Капитан Дрейк Теперь Каламбуры Просто Не попал В Джамаркуса Вот это Я просто Представил себе Картину Такого здоровенного Здоровенного Джамаркуса И Дрейк Мэй В него не попадает Зато попадает В руки защитника А мне кажется Что здорово Что Ну вот такая вот Интрига была В этом потрясающем матче Столько Надежды было А если бы он выиграл У нас же два Вот этих Два туалетных боула Было на этой неделе Да То есть как бы Теннесси Нью-Ингланд И Каролина Против Нью-Орлена И оба Закончились Очень Красиво Интрига Капсетами Можно сказать Да Капсеты Расстроились Все четыре болельщика Которого еще было не похер Найти команду Действительно Да ладно тебе У Нью-Ингланд Все еще огромная база Ну давай поблагодарим его Что спасибо Что не ничья Все-таки Вот от сердца Потому что ты видишь Стас Тенденцию Тенденцию То есть раньше Они даже В эти В овертаймы Не выходили А сейчас Как вышли И вообще Мы на грани были А прикинь Если бы три ничьи Сразу случилось За этот тур Сколько у нас Овертаймов Три В этом туре Три А ничьих Ноль Пока все правильно Все благодаря Дрэйкуме Да Отлично Чувствуешь себя на экзамене Итак Как я сказал в начале Если вы следили Экватор Половина сезона прошла Давайте может быть какие-то Какие награды Может вручить Подкаст Легенда 0.17 Понятно что мы так Все время вручаем Джамаркуса Но может быть Какие-то Чуть более глобальные То что заслужил По итогам первой половины 30 тренеров Могут получить награду Спасибо что дожили Собственно кроме Дани Саллина Это реально Типа награда За участие Потому что Ты все еще участвуешь Остальные Закончатся С дипломом А эти двое Со справкой Тренировали Тренировали Столько там Все логично Спасибо Ну кстати у Алина Дани Саллина Такая карьера У него Посмотришь У него Ни одного выхода В плей-офф 6 лет человек К главным тренером Правил Здорово Годится Кстати Раз ты начал про трениров Давайте Кто Должен получить приз От Легенды 0.17 Из тренеров Какой приз Ну Я не буду сказать Не лучший Кстати В трансляции В трансляции Курбана Майера В трансляции Предложили сковородку Вручать Тренерам Вот Потому что Они На этой сковородке Могут посидеть Какое-то время Так что Почему не бутылку Типа Ход Ход Сит Это Российская лиги Там бутылка Ну я Не знаю Просто Приметы обихода Разные бывают Ну Педерсон У меня Такой кандидат Несмотря на то Что он Во-первых Он живуч Да Он уж на сковородке Он уж на сковородке Да Да И мы его И так И две игры в Лондоне были Что такое две игры Это два шанса Быть уволен Наша рубрика Точная статистика Вот И И результаты отвратительные Но когда надо Вот он Вот Небольшое усилие придает И вот Все катится Как надо Поэтому Красавчик Интересно же правда Что оба раза Должны были уволить его А уволили кого-то другого Слушай Надо посмотреть У него может быть Там двойное имя Фамилия есть Вот его зовут знаешь Типа Дак Роберт Ален Педерсон Каждый раз Дак Теннис Ален Педерсон Да Тренер Который выжил Вот это у него Может Поттеры в роду есть Поэтому он Выживает Во всяких Это фраза Про Ульбриха Из Джетс Это он тренер Который выжил Роберта Салли А выжил Пошли каламбурчики Вы вообще Нормальный темп Набрали по каламбуру Так Хорошо Кто еще Кто еще красавчик Ну мне Брайан Дэбл Стоя нравится В этом отношении Потому что Он больше всех Психует еще Знаешь Как бы А сериане Он что С тобой Поспорил бы Сейчас По этому поводу Сериане Пошла Пошли победы Поэтому Но кто больше всех Психует Он бы по этому поводу Тут нужен баланс Ты и проигрываешь И психуешь Я уверен Если бы Чаржес Проигрывал Сейчас бы шли Типа 2-7 Вот Харба Там бы показал Мастер-класс В этом плане Как психовать-то надо Но К несчастью Чаржеса Будет неплохо Сурово Ну Че Вегасу Дадим что-нибудь Ну кстати Да Очень плохой тренер В общем Не Антонио Пирс Категорически Не нравится Он же тоже Выжил Там своих Координаторов А он так Он понял Что Знаешь Мне кажется У кого-то Есть прям список Если вы Не очень Что вы делаете Сезон не складывается Такой Поменять Стартового Коттербека Если не получилось То Уволить Координатор Продай Ресивера Своего Лучшего Ресивера Да Вот у Маккарти Просто он уже Более опытный У него список Подлиннее Укуси Стартового Коттербека За бедро А у Пирса Такого еще нет У него просто Уволь Еще кого-нибудь Пока Как будто Собольняешь Ты сам Безопасность Я вот В целом Не особо Против Антонио Пирса Но Мне кажется Что он Как-то Не поддерживает Статус Своего дивизиона И мне очень хочется Чтобы Если уж его уволят То Беличик Чтобы пришел Именно в Лас-Вегас И тогда будет дивизион В котором Энди Рид Джим Харбо Шон Пейтон И был Беличик Тренировать А потом Знаешь Беличик Так 23-летняя девушка У меня подруга Есть Давай-ка В казино Сейчас поедем В казино И возглавил Рейдерс Зачем Поедем Пойдем Если он будет Тренироваться Потому что он Сыграет с Томом Брейди На долю В Лас-Вегас Рейдерс И выиграет И таким образом Том Брейди Станет начальником Белы-Беличика И будет Да Это тоже Здорово Правда На 10% Начальником Читает потом Трудовой договор Что я могу Заставить делать Беличика Если у меня Всего 10% Потому что На него на 10% Орать Все Да Ну что ж Хороший сюжет Мне нравится Еще какие-то награды Были? Ну Маккарти Давайте еще Ну давайте Его Помянем Тоже прекрасная же работа Хороший Битл Упомянем Почему мы Обходим его страной? Так мы так же Как все жители Далласа Делаем просто И все Просто Нездороваемся Поднимаем голову И такие Мы не знаем Этого человека Или как Аарон Роджерс Делал последние Пять лет своей карьеры В Пейкерс То же самое Как бы До Лафлера Короче Все мы повторяем За Аароном Роджерс Вот так вот Так хорошо Ну в общем Мы определили Лучших тренеров По версии подкаста Легенда 0.17 Выдемлемы Легенда 0.8.5 Так сказать Филинт Фильм такой Или что? Это не искусство Это математика Сейчас Ленин наверняка Такой Пожалуйста Не вырезай то Что я сейчас сказал Это очень важно Это должно Остаться в подкасте К сожалению Ножницы Не у меня Что сказал Том Брэдди Когда Получил Беричика Тренера В своей команде Да Да Действительно Так ладно Давайте мы пробежимся По эпизодам А потом Может быть Нас вдохновит Что-то из этого На какие-то еще награды А то я чувствую Мы сейчас Застрянем В матче Аризоны Было сразу Несколько интересных моментов Юра подметил Один Это то Что люди играют А в пустыне Б Под открытым стадионом И тем не менее Они все промокли Вот Как Попали под град В пустыню Там на самом деле Это Действительно Забавно Вообще У многих команд Не знаю Если вы там подписаны Например На всякие аккаунты В соцсетях Вот У них есть всякая такая Рутина Для болельщиков Они постят Всякие объявления Там например Как проехать Если там есть Какие-то пробки Что-то про погоду Ну то что Вафл обычно Берите лопаты Приходите Разгребать наш стадион Типа того Вот У Аризона Поскольку Один из там Из двух Или трех Всего стадионов С крытой крышей Есть тоже Такой ритуал Что там За час Или за полчаса До начала игры Всегда постят Крыша Открыта The roof is open И это прям Событие И все ждут Типа А будет ли Крыша открыта Или закрыта Там Кикеры от этого Очень зависят И погода И так далее Вот да И крыша была открыта Но не угадали с прогнозом И стадион залило И впервые По крайней мере На моей памяти Но по-моему Вообще такого не было Ее реально просто Начали закрывать По ходу Матча И для болельщиков Бэрс Это явно было Более интересное Зрелище Чем то Что они видели На поле В целом Это было довольно Интересное зрелище И для всех Потому что И в трансляции Да-да-да Еще это все занесли Я только Единственный раз В НФЛ Видел так Что прям по ходу матча Вот как крыша поехала Это когда Антонио Браун Снял себе Джерси Баконерс И побежал Это конечно Второй случай Да И там же В этом же матче Был еще интересный момент Когда Кардиналс Сделали сейфти Да Накрыли бегущего С мячом в руках Видно что не смотрел Матч Почему? Потому что не накрыли За счетки А за нарушение Сейфти получили А я читал Плей по плей Там не наврали За флажок За флажок было Это сейфти Да Так вот Неважно Им просто сейфти Нужно бить свободный удар Они такие Мы будем бить пант Но мы будем бить Пант ансайд кик Ну ладно И короче Пантер бьет по мячу И все 11 игроков Спецбригад Кардиналс Такие Свободная ловля Свободная ловля И все Бить их нельзя В этом случае И просто человек Поймал мяч И все Мне кажется Очень красиво Первый раз такое видел Ну наверное Как бы не могло быть раньше Из-за всех изменений Вот этих форматов Заправить Слушайте А можно Можно побомбить Вот есть повод Я не понимаю Как вообще Что за ансайд кик После сейфти Как бы не попасть в Джо Маркуса Какого вообще черта Есть ансайд кик После сейфти Как это вообще возможно В правилах Объясните мне Ну как То есть хоть одно Но то что сейфти Это безусловная потеря владения Это по сути терновер Просто который случился Слишком глубоко И ты сто процентов Должен отдать мяч Но ты никак не можешь Пробить ансайд кик На после сейфти То есть ты тысячи Что значит сто процентно Ты просто передаешь Право этого хода Но другая команда Может не принять его А вообще было классно Знаешь Если она не примет Она это по своей воле Не примет А не то что Там можно через десять ярдов Накрыть мячик Потому что он прокатился Не было бы классно Мне нравится такой Перехват бросил Так мы бьем ансайд кик Все Бьем ансайд кик Если мяч вы поймаете Он ваш Какие вопросы Ребят Мяч будет ваш Мы не будем ничего возражать Короче это какая-то Дурацкая вещь В правилах Я вообще не понимаю Как она возникла Как она вообще Может быть возможно Вот Но хотя бы Вот этим вот способом Ее можно избежать Оказывается Потому что теперь Свободная касса Свободная касса Смысла в этом Вообще нет никакого Да благодаря этому эпизоду Ну как это никакого Они как раз сократили Дистанцию Которую нужно проходить Так бы Куда бы кикулетел А так вот Вы получаете мяч Так это Аризонию хорошо Так какой смысл Это было Делать Чикаго Мне кажется в принципе НФЛ существует Чтобы Аризонию Было хорошо И чтобы всем Не капало с крыши Чтобы как-то Вот владение было Вот Я очень тихо Побомбил Простите Да это Немножко продышаться После тебя После твоего выступления Давайте тогда Просто раз Про этот матч заговорили Там еще был Третий эпизод Тоже очень Забавно Три эпизода Было в матч Да Да Все три Крыша Onside Kick И был момент Когда Келли Уильямс Там бедный Бегал За линией скриммиджа Его там гоняли В шею Вот И один из принимающих Который В какой-то момент Попытался открыться Вот А потом Просто ушел За пределы поля И сел на стульчик А Келли Уильямс Все еще бегает Да Называется Чего-то приуныл И ушел на бровку Пытается отдать Кому-то пас Да Это тоже очень Забавно смотрелось Примерно так же Примерно так же Чувствовал Что как будто он В Южной Калифорнии Ну вот Да Да А он оказался В Аризоне Сел не на тот Я помню Как люди карьеру На этом заканчивали Да Мы вот это Келли Уильямс Продолжал бегать А кто-то такой А Геннадий Тмилович Точно бы так сделал Да Да Ну тебя Я пошел В кристалл Вот Все С этим матчем Закончили Давайте К следующему Нормально Вот так Надо кстати Чтобы все Подготовили По три эпизода От каждого матча Нашу программу Да Все Футболисты НФЛ Делать Было гораздо проще Да Роджер Роджер Дайте пожалуйста Роджерс 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 может Он как Он свою норму Выполняет Вообще регулярно Можно вспомнить Как Сиэтл Си Хокс В овертайме Уже дошли До точки Пробития Фил Голл Например Да Но вместо этого Решили сыграть Вынос Ситуация 4 и 1 Не прошли Потеряли мяч И Рэмс потом Занесли Мне кажется Знаешь Это такой Комплекс вины Когда в свое время Они говорили В Суперболе Нужно было выносить Просто Дистанция вот такая Выноси мяч Баршон Линч Да И теперь они такие Так ребята Дистанция вот такая Что он делает Выносит И оказалось Это плохое решение Вот поэтому Мы Да Тут я буду защищать По-моему Нормальное решение Что Нет Нет Подождите Это время уже прошло На 4 и 1 Играть вынос Это нормальное решение Вы так считаете Оно же не прошло Они же проиграли В каком месте Это нормальное решение Как им это решение Помогло Да Как тебе помогло Да Да Давай В овертайм Вообще Зачем выходили Джина Смит Кинул там Три перехвата подряд А на четвертый Все таки Сумел Вот зараза же Да Нет Ну короче Я говорю Что я буду защищать Потому что это было Первое владение Там надо было Идти на тачдаун И даже если бы Они забили филдгол То в ответ Они все равно Получили тачдаун Поэтому Как бы Ну Что 3-6 проиграть Что 0-6 проиграть В овертайме Разницы нет Так что Вообще все по-другому Было Все правильно делали Так с той же С той же С той же точки Бы начинали Они примерно Там и остановились Про изменение Машину времени Не смотрел что ли Никогда Там все меняется Параллельная вселенная Другая вообще Моментум Моментум Потерялся Моментум Помнишь Как Этот Как Марти Макфлай Попал в мир Где Доналд Трамп Был самым главным По сути Вот Вот мы сейчас Во-первых попадем В этот фильм А во-вторых В этот мир Да Мы сейчас попадем Спасибо Джина Смит Тебе Большое И они Получается По-моему После этого Тачдауна Не сыграли Двухочковую А Погоди Нет Это было Это было С Тампой Тампа Не сыграла Двухочковую В самом конце Могли Не переводить Игру В овертайм Вот Так По-моему Все могли По-моему Все три Жур Ты когда сравниваешь Счет Там у тебя Есть выбор Или одноочковую Бить Или двухочковую Зачем Патриот Свободная касса Блин Мне кажется Что единственный Человек Это был Харба Который Вот такой В рейбла Уволили И поэтому Никто не играет Двухочковой В конце матча Чтобы Одним Вот этим Действом Решить И Спокойно Отправить Всех спать Они все Сравнивают Что-то там Ловят В этом Овертайме Что там Хорошего Было Мне кажется Дэн Кэббл С удовольствием И сыграли Но он просто Выиграет 30 очков Он не может Да Давайте сыграем Просто двухочковую Мы выигрываем 35 очков Но сыграем На всякий случай Двухочковую Чтобы просто Показать Предъявить В общем Наши Эти самые Болсы Да Вот так вот И еще один эпизод Который мне запомнился Я его потом уже Увидел в соцсетях Когда Джейлен Херц Исполняет Неточный бросок Мяч летит на трибуну И попадает Прям чел его ловит Вот В футболке Игл Все дела Он поймал Такой довольный Классный И рядом с ним Видимо его родные Да Там две женщины Кто-то не знает Жена Мать Кто-то из них Не знаю Вот И они такие тоже Такой ты классный Вот И он такой берет И он делает Громко такой спайк Причем как бы Ну не на трибуне А туда как бы мяч На поле такой Да Бум И они такие Ты что сделал Мяч бы домой забрали Продали бы на ebay Или что-нибудь Стоял бы у нас дома И он такой Не знаю А что Нельзя же забирать мячи Мне кажется Выносят потихонечку Как-то Он стал бы нарушителем Закона Нет По-моему Прям официально Заключено И два Два биткоина Дали этому человеку Который Вынес мяч К Тома Бреди С 600 Тачдауном Ничего страшного И оштрафовали На три Биткоина Блин Самая богатая Лига в мире Так жмутся Мячей им жалко что ли Они все равно Кто-нибудь Да Кто-нибудь сдует И все Докажи потом Ну не знаю Не знаю Они просто Вскроют этот Мяч И там окажется Чип Который самонаводится На руки Деандра Хопкинса Вот что там выяснится Вот мужчина Все разгадал И чтобы этого избежать Да Конспирология Том 3 Нет Тогда конечно Тогда нельзя уносить Ну Все скроется Действительно И наверное Из-за этого Нельзя на жилы Трибуну Приносить Чтоб мячи не вскрыли Точно Мы их вывели На чистую воду Хорошо Давайте Мы будем Вручать Джамаркуса Рассела И сегодня У нас Я лично Никого не отбирал У нас есть Телеграм-канал Я спросил Наших подписчиков Кого они номинируют На приз Джамаркуса Рассела И это все Люди накидали Пусть они Пусть они Пусть они Вручат Что мы Нет Подкасты Пусть они Подкасты Пусть они У нас Очень ограниченная Демократия Вы предложите А выберем мы Ну вот Как обычно Нормально Давайте Давай Кого-то брага Вы голосуйте Мы бомбим А потом Мне очень важно Было эту оговорку Сделать Что это не мы Потому что Первый идет Джордан Лав Безусловно Хотя Возможно Как бы Это был На самом деле Это был Уилл Левис Судя по тому Что как Джордан Лав Сыграл В одном эпизоде Это был чисто Левисовский эпизод Когда он Отдал перехват У своей зачетки Который в пиксикс Превратился Вот Но красиво было Очень Достойно Ну так Ну Если люди Отобрали То я не против А Джина Смит А мы отметили его уже За что? Ну набросал Там всякого Он даже извинялся После матча У него Да У него на самом деле Было 4 драйва Чтобы Сравдать счет Каким-то образом Рэмс ему дали Первые 3 Да Он бросил перехват Вот На четвертый Все-таки перевел Игру в овертайм Так что И ничего там не нашел Ну ладно И вынес По центру Наш любимчик Постоянный В этой рубрике Дэнни Джонс У Дэнни Джонса Есть потрясающая статистика За то время У них потрясающая часть Что было 2 Дэнни Джонса На поле Настоящий И ложный Вот настоящий был В первой половине А видимо Кто-то вышел В второй половине И там сделал Нормальную статистику У него там Рейтинг нормальный Типа 103 Ну да Выпустили непонятно кого Вот вместо него Ложноножку Такую У Дэнни Джонса Есть потрясающая статистика Это то что За то время Пока он бросил 2 пассовых тачдауна На домашнем стадионе Канзас Сити Чипс Выиграли 2 супербола За это время Это прекрасный сэндвич Такой как бы Из чего следует Что окно возможностей Чипс Закрылось Заклопнулось Наконец-то Дэниел Джонс Такой Не все Хватит Потерпеть Я Бух И просто Прихлопнул Блин Я Сэй тебе показал Леня Онсайд кик Тогда ты бьешь Все Да А я демонстрирую Свободную ловлю Да И еще у него конечно В первой половине Когда еще был настоящий Дэниел Джонс А не ряженый какой-то Там у него было тоже красиво Минус 6 ярдов Нет там было типа 4 из 6 0 ярдов 1 тачдаун Вот у него такое Это умеет Ну красавчик Это действительно достойно Высокой оценки Кто еще так может Да Ну мы говорили Что кроме Дэниел Джонса Никто не Дэниел Джонс Поэтому да Люди номинировали Дака Прескота Но это означает Что ребят Вы плохо следите за нашим подкастом Вы должны знать Что у него освобождение Его укусили за бедро И все Мы не можем дать ему Джон Маркуса Рассела Может мы сами его и укусили Вы же не знаете Да Но я скажу Что если у фанатов Дака Прескота У него были статуэтки Джон Маркуса В прошлом Так что Ничего страшного Келли Буильямс Думаю Леонид внимательно Смотрел за игрой Келли Буильямса И даже уже Приводил вот эти эпизоды Как тебе игра Келли Буильямс Ну вот он Что-то Из начала сезона То есть Келли Буильямс Из начала сезона То есть он вроде бы Начал выходить На экватор А через экватор Перевалился И все Пошел Он просто встретился С какими-то защитами Которые играют Что-то отличное От того Что они Стоят Причем более того Знаешь Как бы мы такие Ну у него будут еще впереди Какой-то хорошие защиты И мы в принципе До них еще не дошли Потому что Вашингтон и Аризона По предсезонным ожиданиям Это такие себе защиты Но даже они оказались Крепки Для Первого номера драфта Ну У нас будет шанс Дать Келли Буильямс У Джо Маркуса Потому что да У них там У БР Сложное расписание Во второй половине сезона Там Келли Буильямс Покажет всего себя Джеймис Уинстон Что мне понравилось В Джеймисе Уинстоне Это даже не три перехвата В этой игре Хотя вот смешное Мы в прошлом подкасте По-моему говорили О том что Сейчас будет отказ Это будет баланс У него было Три тачда Но без перехватов Должны быть И пожалуйста Мы же говорили Но мне еще больше понравилась Статистика О Типа Перехватах Которые Ну могли Дропнутые перехваты Условно говоря Да Так вот Типа Келли Буильямс Сейчас в лидерах Хотя он провел всего две игры То есть как бы он там Делит лидерство По-моему с несколькими еще Коттербэками Джеймис А я что сказал Сказал Келлиб Ты Келлиб сказал Ты сказал Кайлер Я поплываю Джеймис Уинстон Конечно Да ну Ох Как он хорош Как он хорош Это наш коттербэк Вот мы его будем любить Всем подкастом Долгих лет Игры ему в лиге Да И последний Кто у нас есть В этом списке Это тот самый Дерек Кар И скобочек у меня написано 31 Не потому что ему 31 год А потому что Он первый в истории Коттербэк НФЛ Который проиграл 31 команде Лиги Единственное Кому он не проигрывал Это Лас-Вегас Рейдерс Но У него будет такой шанс В декабре Он тоже не проигрывал Тоже не проигрывал Да В декабре Может случиться история Я прям знаю Чего ждать от декабря Конечно Придется поболеть за Рейдерс В таком супер матче Ну что Его кто-нибудь покусает И опять там будут Играть Спенсер Ратлер Ну нет Ну не отнимай надежду Вообще И второй чувак Который на него похож Но чего имени Мы не помним Совсем совершенно И Тайсом Хилл Выбираем Напоминаю Джордан Лав Джина Смит Дэнни Джонс Даг Прескотт Нет Даг Прескотт Нет Келеб Уильямс Второй раз Келеб Уильямс Да И Дерек Кар Чего можем Никому не думать Ты Джеймис Все-таки прав Почему Нет Так мы уже делали Но зачем Ну чтобы Сейчас было два А Не-не-не И следующий раз Дать А ты ее номинируешь На нижнюю часть Джа Маркуса Или на верхнюю часть Джа Маркуса На левую На левую Ну хорошо Он лежит на боку Поэтому На которой он лежит Да На левую он лежит Да Мне Нравится Кредитатура Джеймиса После вот этого Феерического Я вернулся В лигу Вот так вот Красиво Безоговорочно Притом опять же Он же опять же Пафосно перед Этой игрой Снова говорил В предматчевом интервью Что нужно ценить Каждый шанс Который тебе дает Бог Для того чтобы Чтобы бросить Три перехвата Да Хорошо С такой стороны Вот мы допустим Не бросили Три перехвата На этих выходах У нас не было шансов Таких Бог не дал нам шансов Бросить три перехвата Бог дал нам Бог дал нам руки Но не дал нам шансов Ну говори за себя Кому он дал руки Конечно Кому-то дал Только руки контракт Например Больше ничего Хорошо Джемейс Уинстон Поздравляем С Джемарксом Только вернулся На поле Его сразу же Призы пошли Это здорово Это уровень Аутсайдеры Которые смогли Во-первых Друзья Каролина победила Каролина победила И я видел в своей жизни Две вещи Дриблинг Арбело И улыбку Брайса Янга Я уже не знал Как она выглядит Беличик Разулубался За последние там Несколько месяцев А Брайса Янга Я не видел еще Улыбаюсь А теперь вот да Когда он У Каролина Было победное построение Я не могу не отметить Что у нас была Первая неделя По-моему Когда Брайс Янг играл Но не попал В шорт-листе Номинантов На Джамарку Сарас А просто люди Любят Брайса Янга И не номинируют Нет Тогда еще Не забыли про него Так не мы же Не мы же Нет Так на этой неделе Ты же сказал Ты подтасовал что ли Голоса Людей Что произошло Что Кому сейчас Где Брайс в номинантах Его сейчас никто Не выбирал Не номинировал А за что Человек победил За победу Ну да Ну Что Теперь Можно ли сказать Что Каролина возвращается Брайс Янг Не так безнадежен Тренд Сломлен Тренд Тренд Ричардсон Сломлен Возможно Дэниел Джонс Не только Чивс Прихлопнул Но еще И Окно невезения Каролины Закончилось Кто знает Вообще Какие эпохи Вообще Закончились В этот момент Его тачдаун Это тур Недели разбитых окон У нас просто получается И еще Из аутсайдеров Я бы отметил Тайлера Баса Кикера Баффала Потому что Не очень тяжело Стартовал сезон Он уже там Три филгала промазал Два экстра поинта И Если вы помните Он не забил Чивс Плей-офф Прошлогодним И вот начинается Игра с Майами Он не забивает Экстра поинт И тут Та самая возможность Пробить 61-ярдовую В самом конце Он забивает И Это рекорд И для него И для всего Баффала Я удивился Что у Баффала Биллз Еще никто не забивал 61-ярдовый Филгол за всю историю На улице играют Потому что Ну они же ездят Вот они сейчас съездили В Майами же по-моему Играли Да сейчас Или дома А? Кто смотрел? Конечно Я-то в бане был У тебя какая отмазка? Смотрел Посадил нейросеть Небось И сам отдыхал Спал Да В чем вы думаете Первые 15 минут Не работало Обучалось Бот Казенс Там не работало Ничего Понятно Вот Такие вот были аутсайдеры Ну и Закидываем Удочку В следующую неделю Лайтовенько тогда У нас будет Супер матч В Германии И это супер матч По нескольким сразу причинам Во-первых Я туда поеду Я хотел сказать Что это было Во-вторых Но Юра сделал это Во-первых Давайте обсудим Давай Юра Давайте поговорим Ну что Что будешь смотреть в самолете? Да ты не готов К диалогу Ты летишь туда Или как Я лечу То может в Голландии На велике поедешь На лыжах На лыжах Почему ты лыжи При этом показывал Ну типа эти Знаешь Я сначала хотел сказать Что идти Скандинавская ходьба Я же как корел Кроме лыж Вообще себе ничего не представляю Какие еще могут быть Виды перемещения В пространстве Нет Я сяду на самолет И полечу Сидя полечу Отлично Но можно как Рассел Уилсон Между сидениями Разминаться В этих В проходах В свое время Культурная программа Какая-то Ну разумеется Хубрей хаус Послушать Минокотека Выучил ли ты слова Country Roads Слушай Я родился с ними Поэтому Отлично Выучил ли ты Белорусские Несколько слов Нет Там это не Лондон Это не Лондон Не работает Ну почему Может быть Вот эта Сущность Которая увольняет тренеров Переехала из Лондона В Германию Это будет сложно Все-таки Они оба Новички Тренеры Новички Я думаю Кто Брэн Дэбл А господи Да Джайан Ну действительно То есть У Юры Будет возможность Уволить тренера Любимой команды Это прям Такого у нас еще не было А ты думаешь Почему он туда летит Я думал На Каролину Посмотреть Конечно Я не знаю Зачем еще можно Ехать Юр Какие твои эмоции Перед этим матчем Да Лечу Все То есть Эмоции Терпения Это одна из немногих Одна из немногих возможностей В этом году Увидеть победу Любимой команды Поэтому я не мог Это пропустить Но простите Так мы узнали Что Юра болеет за Каролину Ага И Ну собственно Вторая причина По которой Это матч крутой Это результаты этих команд То есть Это две команды Которые идут 2-7 И дуэль Брайса Янга Против Дэниела Джонсон Ну это сразу Пантеон Лучших противостояний Регулярного сезона Надо чтобы они вышли Одновременно на поле Каким-то образом Ты знаешь Организуй Юр Пожалуйста Там А я кстати Не знаю Кто там формально Домашняя команда Мне кажется Каролина Нет Нью-Йорк 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 формально Домашняя Да А ну тогда Я смогу увидеть выход Даниила Джонса И тебе будут писать На стадионе Давайте Поддержим Да Да Они будут там Всякие фирменные кричалки Сводить Я буду кричать Отлично От боли и ужаса Банана Банана мама Да Кто победит Хотел бы подарить тебе Нью-Йорк Просто из вредности Ну кстати Это будет прям Очень неудобно Потому что потом Сразу за этим Начинается Первая волна Редзоун Да И ты Так что да Нью-Йорк самое мерзкое, эпическое окончание такого матча, которое можно представить. Знаешь, я видел уже ничего своими глазами, поэтому мне уже ничего не испугает. Ну, тогда пусть она будет 6-6. Или 2-2. Давай это будет хотя бы 12-12. 4-4. Ты хочешь с коригами хотя бы, да, чтобы было? Да. Ну что ж, хорошо. Хорошей тебе, Юр, игры. Погода хорошая, что там крыша нормально ехала, где нужны. А там нету крыши. Это же в Альянс-ареново. Там, по-моему, дырка просто. И все. Дыра, я бы сказал. Понятно, как бы поехал в дыру посмотреть на две таких команды. Ну, здорово. Нет, на самом деле хорошо, что именно по нашему профилю. Я бы смотрел какие-нибудь Chiefs против Lines. Ну, куда это годится? В Суперболе посмотришь. А вот это больше тебе нигде не покажут. Поэтому следите внимательно. Смотрите в прямом эфире этот матч. Ни в коем случае не пропускайте. Потому что я думаю, что если у Юры будет интернет и желание и так далее, может быть, что-то оттуда пришлет. Фотографию вместе с любимым футербэком. Ну, что-нибудь такое. Какой-то контент будет обязательно. Ну, а мы потом обязательно все это обсудим. Надеюсь, Дриллока выпустит на поле. Я, наконец, смогу сказать, как сильно я за него переживался в это время. Ну, а сегодня с вами были Леонид Анциферов, Евгений Дубовик, Юрий Марин и я, Станислав Рынкевич. Счастливо. Пока.